Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из Ветхого Завета, из книги Бытия, книги Порока Исаии, книги Премудрости, конечно, это не случайно, потому что Ветхий Завет и Новый Завет, они едины и говорят нам о том, что Бог создает человека для того, чтобы человек был с Ним, для того, чтобы было единство Бога и человека. И отпадение человека приводит к тому, что он лишается всех этих благословений и предстоит ему трудный путь возвращения. И этот путь совершается уже в Ветхом Завете. С самого начала дается провозвестие уже первым людям о том, что семя жены сотрет главу змея, что будет победа над силами зла, которые действуют в мире как бы параллельно с силами добра, с силами Бога. Действует дьявол. И многие действия воин и прочее, они в себе несут и действия Бога во исправлении и назидании людей, и к ним примешиваются действия врага рода человеческого дьявола. И вот это единство, оно особенно раскрывается уже в Новом Завете. Но уже и в Ветхом Завете мы читаем строки, которые за 700 лет до Христа говорят о новом бытии мира, о новом существовании человека. И вот сегодняшнее чтение из книги пророка Исаии нам как раз говорит об этом. И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И речь идет, конечно, о церкви, о новом Израиле, потому что суть жизни израильского народа была не только в существовании отдельной нации, ее судьба и так далее, но это уже была церковь. Конечно, в этой церкви большинство людей как бы об этом забывали, но всегда вот это одна из центральных идей Ветхозаветного повествования – идея об остатке. О тех людях, которые чувствовали Бога, слышали Его и стремились жить. И вот это переходит и в Новый Завет. И, конечно, когда говорится, что гора Дома Господня, речь идет о горе Синай, на которой был построен Иерусалимский храм. Но не только об этом, потому что храм был разрушен в 70-м году в I веке римлянами, с тех пор не восстановился, осталась от него часть, так называемая, стена плача. Все вы видели эти фотографии, все. И речь идет именно, конечно, о Господе Иисусе Христе. Он есть олицетворение того символа, который представлял собой гора, на которой был построен храм. Вот это предназначение человека, его спасение все больше и больше разворачивались на протяжении жизни остатка и особенно, конечно, в Новом Завете. И потекут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню и дом Бога Иаковля. И научит Он нас к своим путям, и будем ходить по стыдям Его, ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима. Ведь это, говорится, за 700 лет до Рождества Христова. Это был маленький народ, который был попираем другими окружающими народами и Ассирии, и Вавилоновой, и Египтой, и все такое. И, конечно, тогда себе представить, что потекут себе народы к этой горе, было безумно трудно. Это было именно откровение Духа Святаго, о котором все моли веры, мы и говорим, и Духа Святаго, говорившего через пророков. Вот это и есть один из примеров поискования пророческих книг, где говорится именно об этом. И дальнейшее раскрытие происходит в книге «Притчи», которая тоже читалась за сегодняшним богослужением. Книга-притча, которая говорит о премудрости. И в самой первой главе, в 7 стихе, мы читаем «Начало премудрости – страх Господень». Страх Господень – это, конечно, не какое-то дрожание боей, что вот тебя Бог сам докажет, покарает и так далее, а это, скорее, благоговение. Это чувство очень сложное, многообразное, переводится разными словами. Вот, и слово «страх», оно отличается, конечно, как многие другие слова. Мы говорим «я люблю», но мы же понимаем, что это относится к самым разным вещам. Я люблю Бога и люблю какие-то земные вещи там и так далее. Вот, то же самое, это слово «страх» многозначное. И нужно понимать, что Священное Писание все время говорит нам о том, что это начало премудрости, вот благоговение перед Богом. Когда человек понимает, что мир не просто, вот видимый мир, все, мы весь и пить и так далее, вот, а что над всем этим существует промысел, замысел Божий. Вот, и поэтому читается текст, если будешь призывать знания и призывать к разуму, если будешь искать его, именно разумение Божие, как серебра, и отыскать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень, то есть, что это такое, проникнешься, и найдешь познание о Боге. Конечно, странная может быть фраза. Мы говорим, что Бога не познаваем, но речь идет не о том, что Его нельзя узнать, Он не познаваем до конца. Этого, конечно, мы не можем никак притязать. Но познание Бога, оно совершенно необходимо. И апостол Петр в одной из глав трижды говорит, чтобы возрастали познание Господа нашего Иисуса Христа, то есть, понимание Его слов, понимание, как мы можем на это ответить. Ибо Господь дает мудрость из уст Его знания и разум. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь. О тех, которые оставляют стыди прямые, чтобы ходить путями тьмы. О тех, которые радуются, делают зло, восхищаются злым развратом. Вот это говорит о том, что Библия очень важная книга для нас. И, конечно, хотя мы читаем, ставим задачу перечитать все четыре Евангелия, но обращаем внимание, конечно, и на эти места священно-писания Ветхого Завета. В отличие от Нового Завета, конечно, они гораздо более трудные для нас. И здесь необходимые комментарии, и все. Но, во всяком случае, знать об этом, знать об этом единстве Ветхого и Нового Завета, конечно, нам нужно и вникать в это более и более, потому что это действительно дает мудрость для нашей жизни, мудрость для наших поступков, мудрость для правильного отношения к тем или иным нашим переживаниям, трудностям, обидам и так далее. Пусть Господь благословит нас в этом возрастании Его познания. Аминь. Благословение Господне на вас, Папа, благодатью и человеку любим, Всегда, на ней, пристан, веки веком. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.